Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир и добро пожаловать на канал AppleExpert. Сегодня я вам расскажу, как же освободить место на вашем iPhone или iPad. Что для этого нужно? Вы должны понимать, что у вас есть, допустим, тьма приложений, не такая, как у меня, но она у вас есть. И забивается память фактически из-за того, что кэшируется, то есть, что имеется в виду много кэша. Давайте перейдем в настроечки, основные хранилища iPhone. Здесь прогрузится та информация, которая нам покажет по нашим данным, по нашим приложениям и сколько кэша занимает. Вы сами понимаете, что Viber не может занимать 2 гигабайта. То есть, что это значит? Мы перейдем на приложение, видим размер приложения 138 мегабайт, документы и данные 1,97 гигабайт. Что нам пишет сама приложение? Сгрузить приложение. В результатах будет освобождено место использовать этим приложением, не сохраненные его документы и данные. Переустановка приложения при условии, что оно еще доступно в App Store, вернет все ваши данные. Вот и все. Вы просто его сгружаете, либо же просто можете его удалить и переустановить, потому что нам гласит удалить приложение с данного iPhone, будет удалено это приложение и все связанные с ним данные и указанные действия необратимо. То есть, если вы удалите и все удалится. Но это не так. Есть такая фишка, как вы перейдете в Viber, в настроечки, учетная запись, резервные копии и здесь создаете резервную копию. Либо же выбираете, как она будет создаваться автоматически по дням, неделям, либо же раз в месяц. Создаете, можете свободно удалять, просто переустановки в восстановите с резервной копией и никаких потерь данных не будет. Что касается других приложений, точно то же самое. Можете заметить, игра столько же весит, тут кэша у меня всего 53 мегабайта, потому что она используется в целом для интернета. Также смотрим для других приложений, такие как Instagram, весит 108 мегабайт, кэша в виде 289. Просто периодически переустанавливайте, сгружайте их и все. И вам будет дело. То есть, можете не переживать, 2-3 гигабайта вы точно себе сэкономите. Вот так можно заметить на этой самой ответке по iPhone, что приложение занимает бордовая строка, серым система, медиа, данные, все остальное. Другое, это именно тот самый кэш. Даже когда вы делаете переустановку полностью вашего iPhone, то есть восстанавливаете, либо делаете сброс настроек, ваша шкала другое, просто исчезнет, будет сведена на минимум. Имейте это в виду. Но чтобы не заниматься этой процедурой, она занимает около часа. Зачем она нужна? Это долго. Вы можете быстренько просто поудалять приложения, заново их установить и будете иметь свободное пространство. Как я и сказал, до 3 гигабайт. Если вы знаете еще какой-то способ, расскажите мне, ставьте ваше мнение в комментариях. Расскажите, какой у вас iPhone, насколько он гигабайт, какая версия и помогло ли вам это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, близким, знакомым. Прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok